Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной. Сегодня наш гость художник Людмила Юрьевна Слесарская. Но она еще и пишет стихи, рассказы, эссе. И сегодня мы хотим познакомить вас с этой гранью ее таланта. Есть еще несколько вот таких коротких рассказов, которые я назвала «Маленькие рассказы». Опять же, воспоминания о моем детстве. «Почти у самой двери» – это фрагмент одного из рассказов. «Почти у самой двери» маленькой квартирки в комнате на Маломосковской, которая была очень сырая и холодная. У торцевой стены помещалась детская кроватка, на которой я спала. Комната была маленькая, 7 квадратных метров, с общей кухней, еще печкой, на которой сначала готовили еду, потом ее переклали, и она стала просто отапливать комнату. Ну, сантиметров на 20 стал побольше. После рождения сестренки моя кроватка по наследству перешла к ней, а поставить еще одну кровать было негде. Кроватке подставляли стулья, клали узенький матрасик, и так я спала до 7 лет. В школе мне купили раскладушку, которая ночью занимала все пространство комнаты – от печки до родительской кровати. Вплотную к родительской кровати в углу у стены стоял двухстворчатый платяной шкаф. На дверце шкафа было небольшое зеркало. А когда оно разбилось, его заменил карандашный рисунок, который потряс меняющий ребенком своей виртуозностью и мастерством исполнения. На картине цветными карандашами были нарисованы скромный, но очень живой, живописный букет красных гвоздик, перевязанных голубой лентой. Отец работал на заводе и попросил заводского художника Юрия что-нибудь нарисовать красивое. Наверное, с этого красивого и пробудился во мне интерес к рисованию. А когда я уже в пятом классе поступила в художественную школу, дядя Юра подарил мне шикарную беличью кисточку. В то время хорошую кисть или акварельные краски можно было купить только в Москве или Ленинграде. Там же в художке, изучая творчество Ильи Ефимовича Репина, я узнала его картину «Садко в подводном царстве». Ведь это та самая картина, репродукция которой была аккуратно вырезана из журнала «Работница» и приклеена клестером на внутреннюю сторону дверцы нашего шкафа. Эта волшебная сказочная картина была со мной в раннем детстве и восхищала меня загадочным подводным миром, диковинными рыбами и женщинами в удивительных нарядах. Все, что я в детстве видела, все, чем восхищалась, чем дышала и чему радовалась, яркими бусинками нанизывалась на нить моей будущей жизни, определяя мою дальнейшую судьбу. Волшебная коробка. Поскольку комната была очень сырой, на уровне фундамента дома скапливалась вода. Даже мамины летние туфли за зиму хранения в шкафу от сырости покрывались плесенью. По этой причине мои игры в холодное время года проходили на родительской кровати. Отец почти с каждой зарплаты покупал недорогие игрушки. Но это были дорогие моему сердцу игрушки, и я их помню до сих пор. Самым любимым был небольшой пластмассовый светло-серый козлик на длинных неустойчивых ножках, с едва прорезывающимися, как молочные зубы, рожками на голове. Козлика звали Минок. Механически плюшевый мишка заводился со спины маленьким ключиком. Он смешно переваливался с одной ноги на другую, приподнимал поочередно передние лапы и рычал. Большая улыбчивая неваляшка покачивалась со стороны в сторону и мелодично звенела. А если как следует раскрутить юлу волчок, то можно долго наблюдать, как она, нарезая круги, передвигается по полу и гудит. Обезьянка Чита доверчиво смотрела стеклянными глазками из-под тонких фетровых век. Ее тулуище было набито ватой, а подвижные ручки и ножки болтались в разные стороны. Детство наших родителей пришлось на трудные голодные военные годы. Когда Великая Отечественная война началась, маме было только три года, а папе четыре. А папа был восьмым ребенком в семье. Его отца и старшего брата Константина призвали на фронт. Брат с войны не вернулся. У его матери, моей бабушки, была только одна забота, как прокормить детей. И она бралась за любую работу. Думаю, не до игрушек было. Отец очень любил покупать нам игрушки. А однажды он пришел домой со свертком, перевязанным шпагатом. В свертке был альбом для рисования. И, о чудо, огромная коробка цветных карандашей. Никогда после, мне кажется, я не видела такого разнообразия оттенков в наборах. Крышка коробки открывалась, откидывалась, открывая два ряда карандашей невероятных цветов. Белый, молочный, зефирно-розовый, изумрудный, бирюзовый, бордовый, бежевый, пурпурный. И даже такие цвета, которыми я название не знаю. По бокам коробки какие-то петельки. Верхняя коробка приподнимается, а там еще два ряда карандашей. В наборе было более ста цветов. К сожалению, мои картинки не сохранились. И я даже не помню, что я тогда рисовал в альбоме. Зато я хорошо помню, что рисовали мои родители. Мама умела рисовать только куклу-неваляшку, которая была похожа на снеговика. А уж папа был мастер. Он одним линейным рощерком мог нарисовать летящего голубя мира. Подсмотрел у Пикассо и морду волка с открытой пастью. Может, старший брат Алексей когда-то научил отца рисовать этих персонажей. Ведь он был художник-самоучка и преподавал в поселке Елань Волгоградской области рисования в школе. Когда карандаши стачивались или ломались, отец брал в руки сапожный нож, садился на корточки у печки рядом с входной дверью. Я надевала отцовские валенки, присаживалась на них рядышком с отцом, и начинался чудесный ритуал заточки цветных карандашей. В печи потрескивали дровишки, с полохи света озаряли папины руки и лицо. Становилось тепло и загадочно. Лезвие ножа плавно скользило по поверхности карандаша, аккуратно срезая цветные стружки. Они падали на металлическую поверхность обивки возле печи, образуют цветные узоры. В темном углу, в отблесках огня, они, казалось, были похожи то на камни самоцветы, то на брызги фейерверка, то на цветные мелкие стеклышки. И это вызывало во мне восхищенные чувства красоты и волшебства. Ну и, конечно, вот эти вот маленькие рассказы – это воспоминания раннего моего детства. Наш дом по улице Маломосковская, 24, четырехэтажный с красным кирпичем. В доме четыре подъезда. Деревянные лестницы и перила в подъезде окрашены красно-коричневой краской. До сих пор помню запах свежей краски с примесью ароматов жареного лука и картошки. На каждом этаже по обе стороны площадки располагается по одной коммунальной квартире в три комнаты. В каждой комнате живет семья от одного до четырех или пяти человек. В каждой квартире имеются водопровод, общая кухня и туалет. Такие квартиры назывались с улучшенными условиями проживания. Что вы! Не надо бегать на колонку, вода в доме и туалет не во дворе. А вот мы-то сходили в общественную баню на соседней улице. На общей кухне у каждой хозяйки свой стол с керосинкой. А у наших соседей, тетя Ду, сидя о диване, керогаз. За керосином надо ходить с алюминиевым бидоном в керосиновую лавку. О, как мне нравился этот запах! От запаха бензина меня всегда тошнило. А керосин казался ароматом сравнимым с духами. Тетя Дуся работает в заводской столовой и часто приносит в стеклянных банках борщ и сухофрукты из компота. Все это маняще пахнет, когда разогревается на керогазе. Раз в неделю каждая хозяйка затевает стирку белья. Посреди кухни на табуретке выдружается большое корыто. В двухидерном бельевом баке на керосинке греется вода. Она наливается ковшом в корыто. Туда же на терке крупно настругано хозяйственное мыло. Кухня наполняется паром и сыростью. Хозяйка энергично трет свое белье о стиральную доску, потом перекладывает его в кипящий бак, куда помимо мыла насыпается кальцинированная сода. И белье кипятится около двух часов, пока оно не станет кипельно-белым. Потом белье надо прополоскать, накрахмалить, чтобы соседки не называли тебя грязнухой, когда она будет торжественно висеть на веревке во дворе. Под тяжестью белья натянутые веревки провисают почти до земли, и их подпирают палками шестами. А кто из вас сейчас помнит, как пахнет белье, высушенное на морозе? Кто слышал, как она хрустит, когда мама складывает его в таз? Комната наполняется свежестью, когда она приносит его в дом. В каждой квартире была печка, которая в холодное время топилась с дровами. Кухня и туалет не обогревались. И зимой там было так холодно, что вода в кране замерзала, и его приходить отливать с кипятком из чайника. У каждой семьи на дворе дома, во дворе дома есть свой сараз с дровами. Дрова покупали, доставали или выписывали на заводе, привозили на грузовике или тракторе, и большими кучами сваливали в дворе. Потом бревна или доски распиливали на больших деревянных козлах, раскалывали колуном, складывали полейницы в дровяник, и земля во дворе всегда была в опилках. Мужики и соседи друг другу помогали, а потом выпивали по стаканчику горькой с устатку. Кому в этот раз помогали, тот и угощал. Глубокое озеро Мама работала на льнокомбинате в три смены, отец на заводе в две смены. Детей пришлось оформить в детское учреждение очень рано. Меня отдали в Ясли, когда мне исполнился год, а сестренку в возрасте одного месяца. Были какие-то сложные семейные обстоятельства, и маме пришлось так поступить. Ясли и детский сад находились на одной улице с фабрикой, и мама в обеденный перерыв бегала в Ясли кормить грудью сестренку. Когда родители работали в ночную смену, меня оставляли в детском саду круглосуточно. Сестренку из Яслей мама забирала после ночной смены. К двенадцати часам ночи нянька выносила завернутого ребенка матери, похлопывая по попе и смачно целуя в пухлую щеку, приговаривала. «Забирайте свою романиху! Уж больно зевласта! Всех детей ночью перебудет!» И мама везла домой зимой на санках, а летом на коляске дорогой материнскому сердцу зевластый сверток. Она шла пешком после ночной смены по Кировскому району Казани, посреди ночи, по Горбатому мосту, через Казанку, целый час шла домой на Маломосковскую улицу. Оттого, что наша квартира была сырой, я очень часто болела. К четырем годам в моей жизни врачи обнаружили у меня туберкулезный бронходенит и отправили на лечение в детский противотуберкулезный санаторий на глубоком озере. Сегодня трудно представить, как можно оторвать такого маленького ребенка от родителей на целых восемь месяцев. Не помню, чтобы дети 60-х закатывали истерики по этому поводу. Детские ясли-сады выезжали каждое лето на дачу вместе с детьми, воспитателями, няньками, игрушками и прочим хозяйством. Дачи находились за городом где-нибудь в лесу. Как-то к длительным разлукам с родителями, детьми, дети привыкали и быстрее становились самостоятельно. На глубоком озере было, как на даче. Санаторий огорожен забором, его окружает лес. Только вот зимой я на даче не была ни разу. Красиво, как в сказке. Пушистый белый снег свисает с крыш, шубами лежит на лапах елей и сосен. Снежинки искрятся на солнце. Морозный воздух пахнет свежими огурцами. В помещение корпуса все так же, как в детском саду. Столовой с маленькими столиками, стульчиками, спальня с кроватками, игровая комната с игрушками. Со мной из дома приехали книжки со стихами Агнии Барто, Корнея Чуковского и Самуила Яковлевича Маршака. Маленькая фарфоровая куколка с фарфоровыми волосами цвета шоколада в изумрудно-зеленом платьице, шитом моей мамой. Эти предметы были частицы моего дома и молча напоминали, что мама рядом со мной, она вот в этой куколке в зеленом платьице. Поплачешь тихонечко, когда грустно станет, обнимешь куколку и станет легче. Пожилая нянька-татарка старалась нас приободрить и развлечь. Во время прогулок зимой она лепила нам снеговиков, вырезала фанерной лопатой в сугробах домики, столы, диваны и печки. Мы лепили снегопирожки и яблоки, пекли их в снежной печи и раскладывали на снежном столе для гостей. Нянька, играя с нами, приходил к нам в гости, пел нам татарские песни. И я на всю жизнь запомнила припев одной из них. Ну, что-то в переводе «Садись, милые, со мной рядом» сердцу будет веселее. Примерно так. Весной настали выводить на прогулки в лес, на озеро. Все детишки одинаково одетые, похожи на маленьких гусят. Каждый держится за подол пальтишка впереди идущего и потихоньку семенит по дорожке. Самого первого гусенка ведет за ручку воспитательница. Няня завершает процессию и следит, чтобы гусята не разбежались. Пойди угадай-ка, кто из них я? Помню, как по склонам берегов вокруг глубокого озера по весне распустились желтые примулы. Цветов было так много, что мне казалось, мы гуляем по лимонно-желтым облакам. От ветра цветочек граммофончики дрожали на длинных тонких стебельках, источая горьковато пряный аромат. Мы рвали желтые цветы, няня плела из них веночки, и мы в них были словно ангелочки. Так мне запомнилась весна. Лето было жарким. Каждый день до обеда нас выводили в лес на прогулку. Надо сказать, что даже лесной массив вокруг санатория был огорожен забором. На солнце елки и сосны накалялись, наполняли лес смолистым духом. Вот мы, разомлевшие от жары, в белых панамках, майках, трусиках и сандалиях, шлепаем друг за дружкой по лесной тропинке. И вдруг... Няня подбегает к последним малышам, резким движением останавливает их, перекрывая дорогу с собой. Тропинку переползает змея. Хочется верить, что это был уш, а не гадюка. Но этот случай я помню четко, как толстый черный шланг, извиваясь, пересекает наш путь. После прогулки по лесу нас рассаживали в тени, в деревянной беседке, на лавочке, чтобы мы утолили жажду. Выносили на подносе стаканчики с соком. Мне очень нравились абрикосовые, томатные и березовые. Перед обедом каждому ребенку вливали в рот ложку рыбьего жира и давали кусочек хлеба. Мне рыбий жир даже нравился. Я не морщилась, как другие дети, спокойно открывала рот. В санатории наши, конечно, лечили, давали порошки и делали уколы. Но уколы делали редко. Может быть, это были прививки? Ребенка, которому назначен был укол, медсестра вела в спальню. Все дети бежали следом, чтобы посмотреть, как очередная жертва лежа кверху попой будет орать. Я старалась не плакать, а только зажмуривала глаза и сжимала зубы, чтобы не позориться. Помню, как летом проходил родительский день. К назначенному времени приехали наши папы, мамы, бабушки. На лесной поляне устроили концерт. Дети пели песенки, танцевали. На меня надели маленький белый халатик, надели белый чепчик с красным крестиком. И я стала похожа на маленького доктора-гномика. На сцене я читала любимое стихотворение Корнея Чуковского «Мой дадыр». Удивляюсь, как у меня в четыре года была такая отличная память, чтобы запомнить такое длинное стихотворение. После концерта детишек разбирали родители и разбредались с ними по лесу. При прощании, конечно, было грустно и без слез не обходилось. Мамы тоже уезжали со слезами на глазах, но с детьми оставались привезенные игрушки и сладости, которые как-то сглаживали горечь расставания. Раз в неделю нас мыли в бане. Баня находилась недалеко от нашей территории. Это было бревенчатое сооружение с маленькими окнами и кочегаркой. В бане мокро и мрачно. Тускло светит лампочка, пол покрыт коричневой плиткой. Скользко. Мыли нас в большой ванне по очереди. Ванна заткнута деревянной пробкой, обмотанной куском тряпки, чтобы вода из нее не вытекала. Очередного голыша оставят в ванну с горячей мыльной водой, натирают пару раз лыковой мочалкой, намыливают хозяйственным мылом голову, а если не сильно зажмурится, глаза от мыла начинают щипать, и ты начинаешь истошно орать. Нянька молча сверху льет на голову из ковша чистую горячую воду, набирая ее из большого таза. Таз стоит на доске, поставленной края ванны. Чистого, разрумянинного очередного ребенка передают другой няньке, которая вытирает, одевает дитя и по несколько малышей ведет в корпус, а зимой везет на больших санках. Мое восьмимесячное пребывание на глубоком озере завершилось неожиданно. Территорию санатория, где были дети постарше, от нашей зоны разделял забор. Там дети заболели скарлатиной. Я каким-то образом заразилась, и меня увезли в Казань, в инфекционную больницу на улице Вишневского. Примерно год назад в ВКонтакте я наткнулась на одну рубрику, которая называется «Азбука. Стихи для детей». Я вышла туда через своего давнего знакомого друга детства, он поэт. Я почитала, что пишут взрослые поэты для детей. И мне это так показалось немножко странным. И я в ответ написала одно стихотворение, потом другое. Там каждый день выставляют картинку и предлагают написать поэтический комментарий. Я почитала стихи взрослых поэтов и подумала, ну нет, ну так нельзя писать детям. И стала писать стихи для своей внучки. Хотя она уже большая, ей уже 15 лет. И в результате получилось, ну, более 120 стихов. И вот одно из стихотворений называется «Золотая рыбка». Моя внученька родная, словно рыбка золотая, Все желания исполняет, их в мешочек собирает, А потом под Новый год близким людям раздает. Папа в щечку поцелует, он весь год ее балует. Сказку бабушке расскажет, она ей носочки свяжет. Маму ласково обнимет, она все обиды примет, Приголубит, приласкает, в ней она души не чает. А на ушко пару слов скажет деду, Он готов горбунком послушным стать, На спине весь день катать. Из волшебного мешочка вынимает внучка-дочка Добрый взгляд и обнимашки, И не прячет их в кармашки. Сердце бабушкина тает, Ах ты, рыбка золотая! Ну и, конечно, Жара. Нас измучила жара, Так и гонится двора, Хнычет, стонет детвора, Не идет у нас игра. Мать, природа, будь добра, Быть бы дождичку пора. А сегодня, глянь, с утра, Дождик льет, как из ведра. Теплый дождь и стучки, Подставляйте ручки. А знакомый грозный пес Свой дождю подставил нос. Он по лужам скачет К радости собачьей. Пес, дружище, посмотри, Ведь на лужах пузыри, Значит, дождик затяжной. Побежим скорее домой. Ну и последняя художница. Солнышко румянит щечки, Потому сижу в тенечке. Вот возьму альбом-тетрадь, Стану красками писать. Я однажды услыхала, Как художница сказала, Что картину написала. Вот тогда-то я узнала, Надо красками писать, А графитом рисовать. Вот кисти на тарелочке, Из мягкой шерсти белочки. В коробке краски разные, Есть синий, желтый, красный. Они в природе основные, А есть еще цвета другие. Между собой цвета мешаются И составными называются. Синий с желтым помешается, Гляди, зеленый получается. Желтый подружится с красным, И апельсином прекрасным Вмиг на бумаге окажется, Или солнцем к закату покатится. Как интересно рисовать, Так можно сказку сочинять, Как в этой чудной сказке Живут и дружат краски. Солнышко румянит щечки, Вот сижу теперь в тенечке. Захотелось помечтать О красках сказку написать. Вот о том, что тебя окружает, Что у тебя в душе и на сердце, Можно не только красками писать, Как художнику, Но еще и описывать словами. Спасибо вам за внимание. Дорогие друзья, Мы благодарим Людмилу Юрьевну Слесарскую За участие в нашей программе. И благодарим ее За прочитанные стихи и рассказы. И за интересный рассказ О пленэре Киселевские зори. Всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok